Значит так, вы все сидите голодные, ждете, пока я приду, чем-то вкусным вас всех покармлю. Пришла и будем готовить обычный, очень простой плов из чечевицы и риса. Рецепт не нужно употреблять. Скажем, вы любите много риса, рис побольше берите. Любите чечевицу, чечевицу побольше берите. У меня больше стакана чечевицы, меньше стакана рис. Помыла и намочила в холодной воде. Не знаю, намочила правильно сказала или нет. Но главное, чтобы в воде немножко отстоял, чтобы зернышко или рис целый остался. Еще понадобится масло, у меня оливковое масло, можете сливочное масло брать. Но хотите, чтобы очень легкий и полезный у вас получился. Бананы не нужны. И лук понадобится, соль, черный перец и зира. Все сказала. У нас шума много, детей не угомонишь. Значит так, с чего начать? Нужно сварить рис и чечевицу отдельно. Варите до полуготовности. Не знаю, сколько времени возьмут. Чечевицы всегда... Чечевицу варю, наверное, 7-10 минут. Рис поменьше. 5-6 минут. Может быть. Не знаю. Разные сорта варятся по-разному. У меня жасмин райс. Жасмин, это по-русски тоже, да? Жасмин. Какой хотите, берите. Но длинный рис вкуснее получается. И нужно залить столько водой, чтобы все покрылось. Да, еще побольше. Угу, сказала. Сейчас это на огонь поставлю. Пускай варится. Большой сюда. И варить нужно отдельно, потому что, когда чечевица варится, вода темная становится, да? Не хотите, чтобы рис потемнел. Поэтому варите отдельно. Это так. А за это время будем жарить лук. Репчатый лук. Большой, маленький, какой хотите. Но лук нужно жарить на медленном огне. Хотите, чтобы весь лук озолотился. Чтобы был золотого цвета, окей? Все ровно должно быть. Поэтому я хотела лук почистить, помыть. Но не успела. Хотите крупно резать. Так как значение совершенно не имеет. А масло тоже. Две-три столовые ложки. Может быть. Всегда на глаз делаю. Все быстро получится. Не думайте. Не расплакала. Пока не расплакалась. Сейчас уже не вспомню, не говорите, сковородка, в сковородку, может быть и неправильно вспомнила, в общем, в эту сковородку быстро пожарю, то есть медленно надо жарить, не надо быстро, но нужно все время мешать, мешать, мешать. Деревянной ложкой. Как скипятит, нужно посолить. Соль всегда по вкусу, сколько хотите. Здесь тоже. А как проверить на готовность, может у вас возникнет вопрос, пальцами. Нужно, чтобы было немножко твердовато, да? Да. А вот это нужно смотреть и не забывать. Я за солом пойду. Самые главные ингредиенты. Думала, чувствовала, что-то не было. Спасибо. Спасибо, Соли. Окей. Совершенно не обязательно, но иногда просто нужно. Соль по вкусу. И почти, почти готово. И так. лук почти готов нужно посолить поперчить но солить не надо уже чечевицу и рис уже посолила но специи нужно добавлять вот сюда вот это у меня зира черный молотый перец и еще вспомнила я люблю добавлять немножко сухой мяты очень вкусно получается не хотите не добавляйте и каен можно добавить если острое любите вы почти как я любите острую пищу каен добавлю и немножко скажем чайную ложку да одну с сухую мяту немножко помешаю лук тоже готов еще одну минутку хочу хорошо все смешать воду вылила воду вылила может быть окей немножко воды тут там оставила сейчас этот лук разделю на две части одну часть вот так вот в середину положу потом сюда же и остальное на рис добавлю все хорошенько смешаю закрою крышку и буду варить на очень мелком огне чтобы все хорошенько сварилось и смешалось вот так вот аркадян честно говоря лук немножко перегарил но чтоб никто не заметил между нами окей сейчас крышкой закрою на мелком огне 7 10 минут и все готово так вкусно пахнет уже доварила 7 минут как уже попробуйте все готово все сварилось до конца значит готово и такой плов очень вкусно с мясом с куриным мясом помните хохоп на этом канале я показывала как приготовить хохоп из курицы граната с луком хохоп плюс этот плов равняется большая вкусно так сказала сейчас попробую для вас и только для вас внимание внимание еще очень вкусно с маринадом с оленями как как вы пожелаете просто вкусно полезно сытно и если хотите чтобы еще полезнее было варите с коричневым рисом я так тоже готовлю для мужа для дочки всегда с коричневым рисом готовлю тоже очень вкусно получается очень вкусно даже лук немножко немножко подгорел но не мешает вкус совершенно очень вкусно и цепь писать окей напишу рецепт ингредиенты поставлю но опять хотите много чечевицы по усмотрению да как на вкус много чечевицы воды столько чтобы покрыл весь всю чечевицу или рис варите до полу готовности потом потом уже все видели да очень легко имею ввиду все встретимся всем спасибо что посмотрели подписывайтесь и делитесь еще один изумительно вкусно и большое спасибо за красивые слова хорошие теплые очень ценю увидимся спасибо